Вадим Дмитриевич, Евгений Владимирович, я так понял, конечно, задачу нашу с Вадимом Григорьевичем с разных сторон посмотреть тот эволюционный путь, который прошла малоинвазивная хирургия рака лёгкого. И если осуществить исторический экскурс, то история малоинвазивной хирургии уже сейчас насчитывает порядка 40 лет от первой операции в 1992 году Ландриану и Мэком, и в 1994 году в нашей стране Евгений Владимирович Сигал выполнил первую торкоскопическую лобоктомию. Поэтому, говоря про позитивные моменты, которые связаны с малоинвазивной хирургией, конечно, мы будем опираться на доказательную базу. Естественно, с накоплением опыта основные статьи, которые говорили в поддержку малоинвазивной хирургии, они основывались на обзорах того, что выходило, и уровень доказательности этих обзоров был, возможно, не очень высок. Но тенденцию можно было себе представить, анализируя большие уже статистики в первом десятилетии 2000-х годов. Мы видим здесь большой обзор, где происходило сравнение малоинвазивной хирургии с открытыми вмешательствами. 39 исследований к тому времени уже было проведено, которые были отобраны как наиболее доказательные для сравнения торакотомии и ВАЦ. И мы видим, что анализ этих исследований в 2008 году показал, что больные с торакоскопическими вмешательствами имели меньшую негерметичность, лёгочный параметр, чаще удалялся дренаж. Пациенты меньше находились в стационаре, и было даже отмечено улучшение отдалённых результатов. Более доказательными в этом смысле в поддержку малоинвазивной хирургии послужили метаанализы, которые уже были проведены начиная с 2013 года, которые также показали на основании 20 исследований наиболее доказательных, которые оказались первой стадии маклечного рака лёгко, показали, что у пациентов после малонвазивной хирургии отмечалось меньшее кровопотери, меньшее стояние дренажа, пациенты меньше находились в стационаре, и отмечалось меньшее число послеоперационных осложнений. Также наблюдалось и улучшение пятилетней выживаемости. И эти данные были статистически значимы согласно этому метаанализу, который был представлен. И авторы делают выводы о том, что малоинвазивная хирургия более предпочтительна со всех позиций с точки зрения непосредственных и отдалённых результатов по сравнению с открытой хирургией. Другой крупный метаанализ в этом же году, который также показал на большой статистике о том, что малоинвазивная хирургия обеспечивает полноту объёма выполнения хирургического вмешательства согласно стандарту выполнения по количеству лимфатических узлов, которые удаляются при малоинвазивной и открытом хирургическом вмешательстве. Кроме того, было показано в этом обзоре, что метаанализы, что системных и локорегионарных рецидивов было значимо меньше после малоинвазивной хирургии. В более современной метаанализы в 2019 году вышла большая статья по сравнению малоинвазивной хирургии, так называемой, с масклосперин, торкотомией, которая также показала меньшее число осложнений, более короткий срок нахождения в стационаре, меньшее кровопотерю у больных, которой выполняется малоинвазивная торкоскопическая лобоктомия по сравнению с торкотомией. Также этот метаанализ касался числу удалённых лимфатических узлов, где также не было выявлено разницы по сравнению с открытой вмешательством. Безусловно, в онкологии наиболее значимым критерием для любой методики, которая приходит на поляну, являются отдалённые результаты. И в этой связи большинство работ говорят о том, что малоинвазивная хирургия при правильном планировании пациентов для этого вида вмешательства имеет не хуже выживаемость, а может быть даже и лучше отдалённую выживаемость. И это статистически значимо. Можно говорить про то, что малоинвазивная хирургия может быть ограничена пациентами N0, максимум N1, но даже у больных с доказанными N2 лимфатическими узлами, конечно, это лимфатические узлы в большей степени выявлены, интрооперационная выживаемость у больных после малоинвазивной хирургии была не хуже по сравнению с открытым вмешательством, если выполнялся тот необходимый объём лимфоденэктомии, который следует выполнять согласно принятым стандартам. То есть малоинвазивная хирургия может конкурировать у пациентов в том числе при единичных N2 лимфатических узлах. Говоря про роботизированную хирургию, этот метод не хуже, чем ВАЦ технологии, его сравнивают в большей степени с торокоскопическими вмешательствами с точки зрения объёма хирургического вмешательства, непосредственных результатов. Авторы, которые пропагандируют роботизированную хирургию, говорят про то, что эта технология выигрышна в плане выполнения бронхоангиопластических операций, потому что позволяет более прецизионно выполнять реконструктивный этап вмешательства. И вот эта статья на большой когорте пациентов говорит про то, что роботизированная хирургия обеспечивает абсолютно схожий онкологический прогноз у пациентов, обеспечивает пациентов по сравнению с ВАЦ и открытым хирургическим вмешательством. Шесть исследований, касающихся также бронхоангиопластики, показавшие о том, что малоанвазивная хирургия не хуже, а может быть и лучше, учитывая все свои заложенные в самой технологии преимущества по сравнению с открытой хирургией, говоря про бронхоангиопластику. Это касается времени нахождения в стационаре, сравнимого количества лимфатических узлов и уменьшения числа послеоперационных осложнений. Поэтому мы можем сказать, что сегодня малоанвазивная хирургия становится в том числе постепенно, так скажем, необходимым компонентом выполнения и обширных бронхоангиопластических вмешательств. Современный метаанализ 2021 года, в который вошли 5 эртроспективных когортных исследований, которые касались 4360 пациентов. Видите, уже включаются сотни исследований бронхоангиопластики. И мы видим, что здесь сравнимая трёхлетняя выживаемость по сравнению с открытыми вмешательствами. И многие авторы считают, что ВАЦ может быть рекомендована для выполнения бронхоангиопластической хирургии. Наивысшее, так скажем, наивысшее достижение в онкохирургии – это, безусловно, обеспечение функционального результата. И то, что онкологи сегодня стремятся обеспечить не только онкологический результат, но и думают про качество жизни наших пациентов, это очень важно. И что касается качества жизни, особенно в первые полгода, малоинвазивная хирургия имеет бесспорно преимущества с точки зрения болевого синдрома, с точки зрения социальной реабилитации, косметического эффекта по сравнению с открытыми вмешательствами. И в подтверждение этому выходят крупные исследования, которые публикуются в престижных журналах, вот в частности «Ланцет». Кост-эффективность. Мы живём, так скажем, безусловно, в мире ограниченных ресурсов. И мы должны понимать, сколько стоит любая технология, которая приходит, которую мы используем. Это очень сложный, деликатный вопрос. Он имеет на самом деле свои особенности, связанные с экономикой каждой страны, с точки зрения того, производим мы или не производим, то оборудование, которое используется при малоинвазивной хирургии. Но говоря про структуру стоимости вмешательства, мы видим, что в разных странах койко-день нахождения в реанимации, так скажем, коррекция осложнений, затраты коллектива могут отличаться. Но большинство исследований говорят о том, что разницы в кост-эффективности между открытой хирургией и малоинвазивной хирургии не существует. И есть работы, говорящие о том, что, да, действительно, открытые вмешательства могут стоить дешевле по сравнению с малоинвазивной хирургией, но учитывая те преимущества, которые дает малоинвазивная хирургия по сравнению с открытым вмешательством, отказываться, так скажем, в погоне за минимизацией своих издержек, в этом смысле не стоит. Есть работы, которые говорят о том, что кост-эффективность при малоинвазивной хирургии, наоборот, лучше, в силу того, что во многих странах нахождение в стационаре является очень дорогим, и сокращение времени нахождения в стационаре обеспечивает уменьшение издержек на выполнение хирургического вмешательства. У нас уже накоплен десятилетний опыт выполнения малоинвазивных вмешательств, и здесь представлены на графике отдаленные результаты, которые с имеющимися данными в литературе, они абсолютно соизмеримы с тем, что есть, публиковано, так скажем, в мировых статистиках, и мы можем констатировать, что при отборе больных на малоинвазивную хирургию действительно можно иметь хороший онкологический результат, который абсолютно сравним и соизмерим с открытыми хирургическими вмешательствами. Говоря про стандарты, хочется сказать, что действительно малоинвазивная хирургия за эти 40 лет прошла большой путь, и если в 2007 году малоинвазивная хирургия для рака лёгкого в первой стадии рассматривала как опция, которая может быть рекомендована для выполнения хирургических вмешательств, то та доказательная база, которую я постарался привести в своей презентации, послужила основой для того, что уже с 2019 года мы видим в Ассеновских рекомендациях «strong considered», то есть строго рекомендована малоинвазивная хирургия для пациентов, которая возможно выполнить радикальное хирургическое вмешательство, соответствующее тем принципам хирургии рака лёгкого, которые сегодня установлены. Это на самом деле большой результат и большая основа для того, чтобы говорить, что малоинвазивная хирургия сегодня является стандартом выполнения хирургии по поводу рака лёгкого. В отечественных рекомендациях торгоскопические операции рекомендованы как одна из опций выполнения хирургических вмешательств, так строго, как в рекомендациях НССН, но я думаю, что это только начало того пути, который уже прошли страны, где малоинвазивная хирургия более широко распространена, чем в Российской Федерации. Итак, что хочется констатировать? Хочется сказать, что малоинвазивная хирургия, будь то в вариантах торгоскопии или роботизированной хирургии, обладает следующими преимуществами. Это лучшими непосредственными результатами, меньшее число хирургических осложнений, более короткому койку дню после операционной периоды. Это маловазивная хирургия связана с улучшением качества жизни. В целом она костэффективна. Опять же, не говорю про Российскую Федерацию, у нас несколько другая экономика. И меньший иммунологический респонс. Это очень важно с точки зрения онкологического результата. И, вероятнее всего, с этим связано, связано, опосредованно улучшение отдалённых результатов, улучшение отдалённых результатов, которые ассоциированы с малоинвазивной хирургией. Нет разницы по сравнению с открытой хирургией в отношении объёма выполнения хирургического вмешательства. Поэтому я должен сказать, несмотря на то, что вышел из школы открытой хирургии, должен сказать, что малоинвазивная хирургия имеет действительно ряд преимуществ. И проблема не в самой технологии, её несовершенствии, а проблема отбора больных для той технологии, которой мы сегодня располагаем, и имеет определённые преимущества. Спасибо, коллеги, за внимание. Продолжение следует...